В Центральном районе краевой столицы продолжает действовать режим ЧАЭС, который был введен после урагана, произошедшего 23 июня. Больше всего пострадали поселок Затон и Нагорная часть города. На каком этапе восстановительные работы и когда режим ЧАЭС будет снят? Об этом сегодня поговорим с первым заместителем главы администрации Центрального района Барнаула Анатолием Панченко. Здравствуйте, Анатолий Владимирович. Во время урагана было вырвано с корнем огромное количество деревьев, ну или обломаны были деревья. Удалось ли уже все убрать и есть ли какой-то план по восстановлению зеленых насаждений? Действительно, в ночь с 23 на 24 прошел ураган и в 9 утра 24 группы Центрального района ЧАЭС у нас в 10 утра был введен режим ЧАЭС. В 10 утра мы начали мониторить ситуацию. По данным на 14.00 нами были определены 1512 сломанных и вырванных с корнем деревьев, которые были определены как первоочередные для того, чтобы расчистить проезды, проходы к школам, детским садам, поликлиникам. 1512 сломанных и поврежденных деревьев. Над их ликвидацией сегодня у нас работает группировка. До сих пор работает? До сих пор работает. Много осталось деревьев, которые еще придется убрать? Мы по состоянию вот на 14.00 сегодня ведем мониторинг ситуации. Мы убрали с территории микрорайона Затон, центральной части, 70% поврежденных деревьев. К сожалению, еще остались деревья, которые находятся с корневой части. То есть мы убрали вот ту часть, которая висела на проводах, которая мешала. Остались корни, которые мы будем убирать отдельно. Но сегодня для проезда и нормальной жизнедеятельности жителей центральной части у нас все основные сломанные деревья убраны. Основные. А как будете восстанавливать насаждения? То есть высаживать планируете в следующем году или пока не думали над этим? Мы сегодня вместе с комитетом работаем по схеме увеличения объемов высадки деревьев. Потому что у нас по плану 400-450 деревьев мы планировали осенью произвести посадки. Но с учетом того, что мы сегодня целые улицы убираем, мы планируем утроить количество деревьев, которые необходимо посадить. Будет использованный материал посадочный не только возрастной, но и мелкий. Для того, чтобы в полном объеме заполнить те улицы и проезды, которые сегодня пострадали во время урагана. Ну я знаю, что серьезно уже пострадал и Барнаусский дендрарий. Он тоже на территории вашего района. Им требуется помощь. Вы как-то помогаете, ваши специалисты? Или они своими силами все-таки должны справляться? К сожалению, в Нагорной части наибольшие пострадали это микрорайон Затон и Ниелесовенко. Вот Ниелесовенко мы знаем, что вековые сосны голубые ели. Вот амурские, вот такие ценные породы пострадали. Вот возраст деревьев 50-70 лет был. Сегодня специалисты, там нужны только специалисты. Они работают своими силами. По каждому конкретному виду они рассматривают с учетом того, что есть ли возможность восстановить, пересадить. После того, как они эту работу проведут, сегодня осталось 15-20% восстановительной части. Мы привлечем туда стройотряды волонтеров для того, чтобы навести основной порядок в дендрарии. То есть будете помогать все-таки? Да, но к сожалению, основная часть дендрария пострадала. Ну вы уже сказали о том, что основной удар стихии пришелся на Затон, и там несколько дней люди оставались без электричества. Вот сейчас как обстоят дела в Затоне? Деревья убрали, я поняла. Все остальное? Крыши? Деревья убрали. К сожалению, 27 кровель пострадали только на данной территории микрорайона. Силами комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула сразу была создана оперативная бригада. Они обследовали все кровли. Там попали 4 многоквартирных дома аварийных. Обследовали. Созданы подрядные организации, которые сегодня мониторят ситуацию и восстанавливают. Вот я на 14.00 имею свежую информацию. Из 27 многоквартирных жилых домов 23 восстановлены полностью. Кровли. Кровли, да. Спасибо жителям, управляющим компаниям. Там подрядные организации принимали участие. По трём есть вопросы. Четвёртая наводника 39 дом многоквартирный, аварийный. Там мы за спаном закрыли, чтобы ливни эти не разрушали дальше перекрытие и нормально дали возможность жить жителям. И принимаем сейчас меры для того, чтобы в ближайшие 3-4 дня закрыть остальные кровли. Имеют ли жители какое-то право на компенсации? Или в данном случае как это происходит? За свои средства они должны? Ну, сегодня порядок по восстановлению кровель, он один. Мы сегодня рекомендуем жителям и в центральной части, которые пострадали кровлей, в первую очередь начинать работу со страховыми компаниями по той схеме, которая сегодня есть. Второе, сегодня после того, как будет определен ущерб через акты, они должны обратиться в органы социальной защиты для оказания материальной помощи. Затем на выделенные финансовые средства приобрести материалы и через подрядные организации или собственными силами восстановить вот те повреждения кровли, шифера, рубероида, которые нанёс ураган. То есть они в любом случае должны писать какое-то заявление, чтобы что-то получить? То есть органы социальной защиты получить материальную помощь и восстановить поврежденные участки. Ну, на территории вашего района ещё находится и городской пляж, который тоже довольно-таки сильно пострадал от урагана. И я знаю, что переносили его открытие. Как сейчас там обстоят дела, когда он официально откроется? К сожалению, большие уровни АБИ, они не дали нам возможности 10 июня в полном объёме открыть пляж. Мы затем ушли выше 5 метров. Отметка сегодня 3,94. Ну, достаточно уже нормальный уровень, да? Сегодня подрядная организация занимается полном объёме для того, чтобы 7 июля открыть пляж. Мы надеемся на то, что и погода, и температура воды, и воздуха позволят нам открыть. Сегодня там электроснабжение восстановлено, вода восстановлена, установлены биотуалеты после урагана, дорожки подъездные восстановлены, водопроводная башня там, она до конца, мы её приведём в порядок. Волонтёры у нас помогают навести санитарное состояние, получим все разрешительные документы. То есть к выходным уже можно будет, если что? К выходным мы надеемся, что солнце, воздух и вода позволят нам принимать горожан для принятия солнечных план. Хорошо. Вот по-вашему, насколько готовы оказались службы города к такой стихии, как ураган? Ну, я могу судить только по той ситуации, которая сложилась в центральном районе. Да, конечно, я о нём и говорю. Да, я хочу сказать, что на утро, в 10 утра, когда мы ввели режим ЧС, у нас уже в 10 утра работало, вот только цифры, которые были на 10 утра, 221 специалист, который работал на разборах завалов, работало 86 самосвалов у нас, работало 36 единиц спецтехники. Это челюстные, фронтальные погрузчики, 15 вышек у нас работало. Вот. И, кроме того, у нас ряд строительных организаций, таких как СЭЛФ, Жилищная инициатива, Алгоритм, Корнеол, вот, Регионстрой, они предложили свою дополнительную технику с погрузчиками, этот около 15 единиц. То есть, вот, такая группировка у нас работала, вот, 10-го числа. Кроме того, 180 человек и 32 единицы техники, 15 вышек работала, Барнамульская сетевая компания. То есть, в принципе, были достаточно готовы. Да, и очень мобильно, огромное спасибо предприятиям и руководителям всех форм собственности, что сами позвонили с 9 до 10 масса звонков и предложений по оказанию помощи. Ну, вы говорили, что аварийно-восстановительные работы еще продолжаются. Когда все-таки, по-вашему, будет снят режим ЧАЭС? Ну, к сожалению, сегодня есть определенные сложности. Погода не дает нам развернуться в полном объеме. Доделать все. Доделать все. Мы не можем зайти вот на Заобскую, там у нас 6 опор еще повреждено. Это в Затоне? В Затоне, да. Там генератор сейчас работает. Мы не имеем в полном объеме зайти на те участки, где техника у нас проваливается. Но, тем не менее, решение принято на заседании ЧАЭС. 10 июля это вот тот срок и дата, которой мы должны выйти на 99%. Затем будем подшлифовывать и работать на устранении тех вот объемов и по тем объектам, где мы не завершим. 10 июля поставлена задача в основном все расчистить и убрать. Спасибо вам большое, Анатолий Владимирович. Успехов вам. Спасибо. Я напоминаю о режиме ЧАЭС, который до сих пор действует в центральном районе Барнаула. И о том, когда он будет снят, мы сегодня говорили с Анатолием Панченко, первым заместителем главы администрации центрального района Барнаула.